Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода, обратимся сейчас к 10 главе. В 10 главе заканчивается рассказ о египетских казнях и с одной стороны фрагмент 10 главы, повествующие о 8-й и 9-й казни, построены, в общем, по такой же схеме, как и предыдущие. Призыв отпустить народ, угроза бедствием, фараон отказывает, бедствие происходит, фараон соглашается, потом опять ожесточается. Ну вот при этом есть некоторые важные очень нюансы. Итак, Господь говорит к Моисею, пойди к фараону, потому что я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними си знамение Моим. Ну, во-первых, с точки зрения экзегезы, проще всего, конечно, говорить о том, что так видит историю рассказчиков. И рассказчику трудно представить себе происходящее как-то по-другому, как-то иначе. Вот Господь отягчил сердце. Скажем так, необходимость выбирать, слушаться Бога или нет, необходимость признать над собой реальность и власть кого-то, например, Бога, для людей действительно тяжела. Это такая своего рода трудная ноша смириться с тем, что Бог существует и Он властен. И вот действительно это трудно, поэтому можно так понимать эти самые слова. Вот так об этом рассказывают составители. Да, действительно, это так. Ну и, пожалуй, это наиболее приемлемое объяснение, почему вот так формулируются эти слова. Но есть еще важный очень акцент в начале 10 главы. Здесь, смотрите, я отягчил сердце его. Ну, Бог не то, чтобы прямо специально действовал, чтобы ожесточить, отягчить, разозлить фараона и сынов его. Но чтобы ты об этих знамениях рассказывал сыну твоему, говорит Господь Моисею, чтобы память о чудесах, о действии Бога, вот о том разделении, где Бог отделяет израильтян, те, кто доверился Богу, от египтян, от всех остальных, да, вот чтобы это ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего. Потому что все потомки народа Божьего, израильтяне, все определяются тем, что они происходят от тех, кто доверился Богу. Вот по рассказу, в частности, предыдущей девятой главы, они происходят от тех, кто доверился Богу. А те, кто Богу не доверился, ну, от них никого не происходит. Поэтому, собственно, мы и говорим об исходе, в том числе, как о конституирующем нарративе, определяющем, что есть народ Божий и кто таков каждый человек в народ Божий входящий, какое отношение он имеет к Богу. Да, мы к Богу имеем отношение, потому что мы потомки тех, кто доверился ему в эпоху исхода. Вот, чтобы вы рассказывали о том, что сделал я в Египте. Не о знамениях моих. И здесь начинается некоторое заповедание, которое еще потом дальше будет повторяться с модификациями, вспоминать это событие. Вспоминать исход чудеса, то, что Бог велел сделать, чему, собственно, поверили люди в Египте. Это будет и разговор о первенцах, о косяках дверей, о Пасхе, о выходе. Много разных, так сказать, здесь есть деталей. Но в основе вспоминать, как люди поверили Богу, и Бог спас. И Бог действовал в этом мире, в истории этого народа и спас его. Когда Бог избрал немощные миры, когда Израиль был обречен на гибель, вот доверие со стороны людей и любовь со стороны Бога спасают этот народ. Мы, говорят, составители этой книги своим единоплеменникам и единоверцам, мы те, кто об этом помнит, мы те, кто определяют свою жизнь, свои отношения с Богом и с людьми памятью об исходе, о том, что мы те, кто Богу доверяют, им спасаются. Вот это воспоминание вообще, так сказать, экзистенциальное и литургическое. По субботам, по годовым праздникам Пасхи, это воспоминание тоже чрезвычайно важно. Оно оказывается в конечном итоге знаком реальности Завета. И заметьте, что христианское воспоминание спасительного действия Божьего, которое он совершил во Христе Иисусе, необходимость и созидательность этого воспоминания, в том смысле, что оно делает нас народом Божьим, вот оно тоже опирается на эти слова начала 10 главы. Ну вот, теперь Моисей и Аарон, у них тоже восточный темперамент, поэтому они теряют терпение, приходят к фараону и говорят ему, там говорит Господь Бог евреев, ну сколько же можно, долго ли ты не смиришься предо мною, отпусти народ мой. Сколько можно? Ну вообще, действительно, здесь уже видно, что фараон не просто очень упорный, с квадратной челюстью, а в сущности просто, как это называется, альтернативно одаренный. Да. И Моисей с Аароном говорят ему, завтра наведу саранчу на всю твою область. Снова, завтра, чтобы у фараона была возможность что-то изменить в своей политике, в своем поведении, вот, наведу саранчу. Саранча страшное бедствие, страшное бедствие, как в те годы, когда она размножается сверхмер, и образует гигантские тучи, они действительно покрывают землю практически сплошь, сжирают все живое и оставляют за собой каменистую, бесплодную пустыню, марсианский пейзаж. Просто это грозит практически неминуемой гибелью. Страшная казнь. Вот выйдет саранча, наполнит дома твои, дома всех рабов твоих и дома всех египтян, чего не видели никогда ни отцы твои, ни отцы отцов. Тут возникает уже возмущение элит. Рассказчики очень хорошо знали, как устроены автократии, вот эти все монархи, все. Они очень хорошо это видели на примере собственной жизни окружающих государств всех, поэтому они отлично знают, как это бывает и рассказывают все, как есть. Рабы фараоновы говорят фараону, слушай, ну сколько он будет уже мучить нас, ну же отпусти их, пусть они там совершат. Неужели видят, что Египет гибнет? То есть фараон-то, у него уже взыграло ретевое, им движет гордыня, больше ничего, ну еще глупость. А рабы фараоновы, ну им все-таки жалко свое достояние и страну, и они понимают, как сказать, для фараона его гордыня дороже страны, а для рабов фараоновых страна дороже фараоновой гордыни, потому что вот с этим связана вся их жизнь. Ты видишь, что Египет гибнет? Не надо, чтобы Египет гиб, лучше плюнь, поддайся, да согласись, хоть тебе и не нравится. И Моисея с Аароном уже ушли готовиться к нашествию саранчи, а рабы фараоновы побежали, значит, на охране остановили Моисея и Аарона, возвратили. И тогда фараон им говорит, ну хорошо, ладно, идите, совершите. А кто пойдет? То он раньше пытался, чтобы ненадолго. Потом, чтобы недалеко. Теперь говорит, а кто пойдет? Ну, он хочет сохранить лицо, выглядеть фараоном по-прежнему, квадратно-челюстным, понимаете, в том числе и перед этими самыми рабами-фараонами, которые, кстати, дают ему прекрасную возможность сохранить лицо, сказав, что ну хорошо, я бы вам всем головы пооткусывал, мол, ну вот, значит, мое окружение требует. Я, мол, не могу не прислушаться. Ну хорошо, кто пойдет? Он все-таки пытается не поддаться. Моисея говорит, все пойдем, все пойдем с малолетними, со стариками, с сыновьями, с дочерями, с овцами и валами пойдем. Ну вот овец и валов еще тоже забыли спросить. У нас праздник Господу Богу нашему, все пойдем. Фараон говорит, нет, я готов отпустить вас. Ну с детьми зачем? Визы в Капстраны при старом режиме давали только тем, у кого оставались дома, здесь в Советском Союзе, близкие родственники, желательно дети. Вот четыре тысячи лет почти прошло, ничего не меняется. Фараон говорит, ну зачем все? Детей оставьте дома. Имеется в виду, что ну к детям-то вы вернетесь. Значит, фараон не хочет потерять источник дохода. Как теперь говорят люди, новая нефть, ну вот, это старая нефть. Для фараона это знал отлично. Да, вы у вас худое намерение, говорит фараон, вы сбежать хотите. Нет, пойдите одни мужчины, раз вы так этого просили, и выгнали их от фараона. Одни мужчины. Господь говорит Моисею на это, ну хорошо, протягивай руку, пусть будет саранча. Потому что все вот эти вот половинчатые решения, а также проблемы сохранения лица фараона, Бога не интересуют. Есть один способ сохранить лицо, повиноваться Богу. И это, между прочим, тоже, если хотите, месседж, весть, которая за всеми этими рассказами о египетских казнях прочитывается совершенно недвусмысленным образом. Человеческое достоинство, в том числе мужское достоинство, не в том, чтобы упираться. Это идиотизм, а не достоинство. Достоинство в том, чтобы исполнять повеление Господне. Слышать, слушать и слушаться. Ну вот, теперь Моисей простирает руку, восточный ветер нанес саранчу, она все поела. И все, саранча это ужасное бедствие, ужасное. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона, говорит, снова говорит, согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Ну, тут он уже прямо перед Господом Богом вашим, я ищу и перед вами. Такая вот деталь, которая психологически очень точна. Насколько там, какие исторические реализы они стоят, в конце концов, в данном случае не так важно. Помолитесь обо мне, простите грех мой еще раз, и помолитесь Господу Богу вашему. То есть, как бы предполагаете, что фараон сам не может помолиться Господу Богу нашему. Он говорит, вы пойдите помолитесь. И фараон мой Моисей помолился, и как восточный ветер нанес саранчу, так сделался западный ветер и сдул всю саранчу в Красное море. Ну вот, ну да, так бывает. И Господь ожесточил сердце фараона. Опять, вот эта вот необходимость признать, что Бог и его воля важнее меня и моей воли, вот это для фараона совершенно невыносимо. И сердце его ожесточается. Далее Господь говорит Моисею, теперь протяни руку к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Ну тоже кто что говорит. Кто говорит, что это было какое-то там астрономическое явление, типа затмение всего и вся. Кто-то говорит, что это что-то вроде пыльной бури многодневной, что тоже возможно. Физический смысл совершенно не важен. В данном случае вот что-то такое, некая осязаемая тьма. Ну правда, похоже на песчаную бурю. Моисей простирают руку к небу, тьма, египтяне не видят друг друга, и никто не встает со своего места три дня. А у всех сынов Израилевых был свет в живущих их. Немножко странно, непродуманно я бы сказал, потому что что это за осязаемая тьма, которая разгоняется в живущих израильтян, не очень понятно. И снова скажу, что физическая сторона этого дела не важна. Просто автор обозначает, буквально обозначает, уже без особых объяснений, разделение между израильтянами, которые Богу доверяют, и всеми остальными. Да, в домах израильтян свет, все остальные во тьме. Ну и, конечно же, это грандиозный на века символ, потому что те, кто принадлежат Богу, доверяют Ему и спасаются им, они в свете, у них, возможно, жизнь, а все остальные ничего не видят. И сидят на месте, не двигаются, жизни нет. Понимаете, вот это вот свет и тьма, я есть свет, я свет миру, говорит Христос, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Все это теснейшим образом связано, как с моделью своей, вот с этими событиями девятой египетской казни. Фараон призывает в этой тьме Мои Мессии Арон и говорит, идите, совершите служение, но только пусть останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. В прошлый раз он и детей не хотел отпускать. Ну ладно, пусть дети идут, но скот оставьте, скот для этого народа это главное имущество. Там земледелием все очень сложно. В земле Гесе, по крайней мере, в те времена. Поэтому фараон предлагает им выйти на листе, оставив в качестве залога, так сказать, все свое имущество. Детей берите, крупный мелкий скот оставьте. Моисей говорит, нет. А что мы будем в жертву приносить? Да и так же в руки наши жертвы и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему. Обратите внимание, там где-то в начале, в одной из первых, во второй, конечно, казни, Моисей говорил, что у нас такое ужасное, ужасное, отвратительное жертвоприношение, что египтяне нас камнями помьют, если увидят. Но оказывается, речь идет всего лишь о жертвоприношениях животных, которые египтяне точно так же приносят. Ну вот, как бы, здесь один рассказ и другой не согласуются друг с другом, и составители не сочли нужным их каким-то образом согласовывать, что-то уж довольно поучительно. Итак, Моисей говорит, нет, дай им так же нам в руки наши жертвы и всесожжение, пусть пойдут и стада наши, из них мы возьмем на жертву Господу. Но пока туда не придем, мы не знаем, что принести в жертву. То есть нам нужны стада, какое животное из этих наших стад надо будет принести в жертву, там, тельца. Овна, Агнца или там, козленка, мы не знаем. Там на месте только сможем узнать. Ну, вот так. Стало быть, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему. И ожесточил Господь сердце фараона и не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, пойди от меня, берегись, не являйся больше пред лице мое, когда ты в следующий раз меня увидишь, умрешь. И Моисей сказал на это, как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего. То есть, наконец фараон говорит, уходи совсем, больше тебя не пускать, если ты еще ко мне придешь, тебя убьют, казнят. Таким образом, подводится черта под этим уже довольно однообразным для читателя пререканием «Отпусти народ мой», нет. И ожесточается сердце фараона, ну вот. Понимаете, в какой-то момент этим нашим пререканиям с Богом действительно подводится черта. Это не может продолжаться бесконечно. Ну, в данном случае фараон ее подводит. Бог сам не говорит. Со своей стороны хватит пререкаться. Но, тем не менее, да, читатель в каком-то смысле соглашается с тем, что, ну да, ну сколько можно, ну сколько можно этих казней. Ну, уже понятно, что фараон уперся. Но разрывает этот диалог все равно фараон. И это тоже очень важно заметить. Дальше Бог продолжает разговаривать, но говорит только с Моисеем, потому что фараон отказался его слушать. Еще раз обратим внимание, разрыв диалога это инициатива фараона, а не Бога. субтитры инициатива субтитры инициатива фараон. Продолжение следует...